Дорогой Церковь, мир вам! Буквально недавно я уверовался. Слава Богу, Господь меня нашел в этом мире. Вот получилось так, как-то... Был в мире уголовником, решил. И встретил, однако, перед Пасхой брата одного, и он подошел ко мне как-то случайно и разговаривал со мной, говорит, слушай, приходи, говорит, завтра на собрание. Говорит, приходи, завтра 10 часов будет собрание. А я ему говорю, хорошо, ладно, приду. Я обычный грешник, грешил, ходил. И вот, когда он мне говорил, говорит, куда тебе надо, давай я тебе довезу. Он мне довез до центра и дал мне газету. А я, проходя мимо городской парки, он думает, дай-ка почитаю, что за газета. Сидел вот на скамейке и почитал. Почитал газету, а я ехал, чтобы вот с друзьями встречаться. У нас был район такой садовод, я с города Тимошевска, я не представился. Ну, там называется пивасик такой. Я думал, поехал, ну, с друзьями встретимся, вот так. Вот, почитал эту газету и поменял свое мнение. Не поехал с друзьями встречу, поехал домой. Ну, я сам не знал, что со мной происходит, но... Вот пошел домой обратно, а мне позвонили друзья, ну, что, где ты? Да я говорю, дома. Потом опять мне звонили. Да я говорю, что-то настроения нету, не хочу, говорю, я дома. И через час-полтора они приехали ко мне. Приехали ко мне с провизом. Сидели, выпили там, опять продолжали. И они все время спрашивали, а что с тобой происходит? Да я говорю, ничего, нормально. Ну, они все время, а раз что-то с тобой, что-то ты скрываешь. Да я говорю, ничего не скрываю, у меня все нормально. Я не понимал, что со мной происходит, но... Это по моей лице видно было. Ну, вот, и потом раз... Разошлись, мы сидели попозже, разошлись. Разошлись, и я взял опять эту газету и дальше там почитал. Там осталось чуть-чуть. Дочитал вот эту газету. И утром встал. И спрашиваю, Лена, сколько времени? Она говорит, 9 часов. Я быстро умеваюсь и бежать. Она, куда идешь? Я говорю, да вот, одному брата встретили. Я обещал, что 10 часов он встречусь с ним. И вот иду, еще не доходя до дома молитвы. Он мне звонит. Вот брат звонит, может, тебе заберу? Я говорю, да я уже подхожу, не надо. Так он сам удивился. А обычно врут. Говорят, придем, и никто не приходит на собрание. И он удивился. Я пришел на собрание. Побывал на собрании перед Пасхой. Это Демпасхой был. И там поют. Мне, значит, как хорошо было после собрания. Такое облегчение. И я не понимал, все равно не понимал, что со мной происходит. И после этого брат начинал посвящать. Мне о Боге говорили, диски послушал, свидетельствовали братья. И вот слушали. И у меня вот с каждым днем я чувствую, что изменение какое-то. Потом я брату говорю, слушай, я говорю, уже... Я говорю, сегодня я целый день не курил сигареты. Я говорю, как-то странно. Для меня я 33 года курил сигареты. Ни разу даже не пробовал его бросать. Он говорит, не обращай внимания, говорит, забудь про него там, читай там. И я так и сделал как-то. Потом проходит такое время, братья и сестры, у меня был такой болезненный хранительский. Я очень много лет страдал. Язва желудок у меня был. Я практически без таблетки не мог куска хлеба кушать. Буквально неделя прошел. Я вспомнил, что я уже три дня таблетки не пью. У меня целый лист стоит, я его не трогал. Я опять брату говорю, слушай, это странно. Я каждый день острый кушаю, в Абхазке острый там. И говорю, мне болит желудок как-то. Он говорит, да не обращай внимания. Говорит, хорошо. И я вот таким образом начинал понимать. Понимать, что это все делает великий наш Бог. Это все Бог делает, помиловал Бог мне. Слава Богу. Господь наш вот такой всемогучий. И вот такими образами, ну как-то я где жил, там невозможно было. Ну каждый день вот так собирались, выпивали там. Ну кто-то травку курит, кто-то выпивает, кто-то чем-то занимается. Я наркозависимость не имел. Ну регулярно я спиртное употреблял. Это однозначно. Я не мог отказаться от этого. Вот таким образом и брат говорит, ну давай, говорит, перейди, говорит. Ну ко мне я как-то один живу, говорит. Ну тебе тяжело будет. Я перешел буквально за неделю. Господь меня исцелил от этого страданий, от этого болезни. Я освободил от этого греховную жизнь. Я 33 года, я не знаю, я мог хлеб не кушать. Но без сигареты я не мог жить как-то. Мне Господь так помиловал. А потом как-то были какие-то трудные моменты. Я не мог каяться. Я два месяца ходил в церковь и не мог покаяться. Ну я раньше стеснялся об этом говорить как-то. У меня такой был момент, я переживал сильно. У меня страх. Я страх почувствовал. Братья и сестры, мне 40 лет. Я жил в уголовном мире. Мне, можно сказать, с детства эта функция отключена была. Этот страх. Я не понимал, что такое. А тут я вдруг в сердце почувствовал страх. И дело в том, что я стеснялся говорить, с кем-то поделиться. Но это на самом деле было у меня внутри. Ну, потом как-то я покаялся. Покаялся. Ну, были еще трудные моменты, где Господь не оставлял меня. Ну, были такие моменты, мы не сошли с характером, с братом. Ну, пришлось нам разойти. А разойти... У меня было такое состояние. Вроде и полгорода, я знаю. И в таком состоянии мне некуда идти. Ну, я думаю, куда пойду я? Туда пойду. Там опять мне предложат. Могу не устоять. Там пойду. Опять же, такая же история. Вот. Я решил нейтрально такую зону выбрал для себя. Таксист приехал. В общем, вызвали мне молодые люди такси. Я всел в такси. Таксист приехал и спрашивает, куда. А я не знал, куда ехать. А просто называю. Да, я говорю, на Владиленке. Поехали туда. Потом, когда уже подъезжали вот к этому району. Потом я говорю, слушай, а куда я еду? А там жил, вот как говорится, в мире умней подельник был. Тамаса звали ему. Я говорю, нет, мне туда не надо. Он сейчас опять выпивка. Ну, что-нибудь предложит мне. Я выбираю возле речки. Там район мне очень известный. Я там жил. Возле речки. Там лавочка. Я приехал ночью, сел в лавочке. Сел и молился. Господи, а что мне сделать? А тут уже два часа ночью. Я вижу, знакомый машина проехал. У меня вещи были с собой. Я думал, пойти, вещи оставить там, чтобы утром мне найти жиле. А, собственно говоря, у меня и денег не было, чтобы жиле найти. За жиле надо было платить еще. Ну, это мои размышления вот такие. И я пошел за машиной. Ну, подошел. Я покрикнул, покрикнул. Видимо, человек уставший был. Виск спал, не ответил. Повернулся, чтобы уходить. И тут смотрю, машина останавливается. Смотрю, Петр Григорьевич и сестра Вера. Два часа ночью. Братья и сестры. Это разве можно назвать соцпадение? Это не соцпадение. Я думаю, такое соцпадение не может быть. И останавливается. Он понял, что меня сошли с характером. С братом. Он говорит, давай ко мне домой. Там искупались. Утром встал, позавтракали. И он мне говорит, ты знаешь, мы тебе нашли жилье. Там со всеми удобствами. Слава Богу. Вот Господь такие чудеса творит. Слава нашему великому Богу. Амин. Слава Богу. Слава Бога.